Боже, какой огромный! Фрай, мой гигантский глаз слишком большой? Нет, он делает тебя неповторимой. Но он такой круглый. Отвратительно круглый. Слушай, Лила, ты самая красивая женщина из всех, что я знаю. А, так значит для тебя внешность самая главная? Нет, я... Что? Нью-Нью-Йорк Перед началом просмотра этого видео хочу пригласить вас на наш новый канал. Там вы найдете лучшие нарезки по мультфильму Брико Берри. Если вы хотите получить море эмоций от бестолковых рейнджеров, то лучше канала не найдете. Ссылка в описании. Первый вопрос. Ложись. Юберт, ах ты козлюка, почему не в школе? Там митинг. Целая толпа улыбающихся злых людей, раздающих эти антиэволюционные листовки. Преподавайте истину, верните порку в школах нападки на эволюцию в наукомобиль. В корабль, что ли? Да, наукомобиль. Мне нужны сообщники, сексуальные цыпы, чтобы отвлечь телохранителя. Не за что. Чувак с крестнями, чтобы перерезать провода сигнализации. Прости, но я с последнего дела обеспечен на всю жизнь. Помой из аквариума. Я ученый, и уверяю вас, мы действительно произошли от грязных макак. Насчет вас не знаю, сэр. Но мои предки были орангутанами. Работящими, преданными своей стране орангутанами. Доктор Банджо? Во блати и шерсти. Позвольте напомнить, что эволюция всего лишь теория. Как силы тяжести и формы Земли. И, наконец, идиот, который засветится в камерах и сядет. Я тебе еще 1 апреля говорил. Я завязал с идиотизмом. Ну и, конечно, требуется робот, работающий в режиме реального времени. Тут нужен я. Ведь у меня есть часы. Если ваша элитарная эволюция реальна, почему не найдено недостающее звено между современными людьми и древними обезьянами? Его нашли. Оно называется Homo erectus. Но до сих пор не найдено недостающее звено между обезьянами и Homo erectus. Найдено. Оно называется Homo habilis. Стойте, мы вообще в своем уме? Сейчас посмотрим. Не работает старый хрень. О, крящики. Так с меня причитается. Пойду глумиться над Костлявой. Ага. Но до сих пор не найдено звено между обезьянами и Homo habilis. Еще как найдено. Оно называется Астралопитек Африканский. Ого. Теперь-то вы точно попались. Хорошо. Но где недостающее звено между обезьянами и Дарвинем Мессельским? Отвечайте, профессор. Ну, держись, мир. Я... Колбаса. Извини, Эмми, но твое тело мне не подходит. И эти сиськи достали туда-сюда болтаться. Я покажу этому бананофилу и какомету. Надо просто найти последнее недостающее звено. Я нашла звено. Получеловек, полутукан. Мы не это ищем. Брось в суп. Вот еще кое-что. Ой, это одна из собак Фрая. Нашел что-нибудь, Дермес? Нет. Хватит лакать колбасу. Давай меняться телами обратно. Меняться телами? Быть может, дело все-таки выгорит? Зачем подельники, если можно просто одолжить их тела? Кьюбер, посмотри, какая у него шея. Небось, целое состояние тратил на галстуки. Что? Слишком брано? Сомневаюсь, что Аллаф Розавр Юрского периода носил галстуки. Надо было про хамут пошутить. Хотя есть вариант. Может, мы сможем обменяться с помощью третьего тела в качестве временного носителя. У меня на носителях 60% свободно. Ну, посмотрим. Я на яхту. Соблазнить и похитить по-быстрому. Пока. Смотрите, ископаемый робот. Это матрасная пружина, тупая ты пружина. Не бывает ископаемых роботов. Что? Кто сказал? Все. Роботы были созданы не так давно. Во всех газетах писали. А как объяснить это? Ненавижу понедельники. Джулина Санна и Корона. Теперь надо найти охранника и соблазнить его за... Четыре секунды. Кто здесь? Три, две, одну. Привет, красавчик. Молчать! Я Василь, кузен императора и глава имперской гвардии. Меня не соблазнить. Мне смокинг мал. Наверное, я вырос с тех пор, как его надевал. Или эволюционировал, как скажут некоторые. Не скажут. Тебе смокинг мал, потому что ты украл его у мальчишки. У мужчины. Это была его бармитсва. Привет, Лила. Чем это так жирно пахнет? Прожаренным бутербродом из мороженого в глазури с долька бекона. Ого, так обычно говорит и ест Эми. Я Эми. Мы с Лилой воспользовались мозгообменником профессора. Так у Лилы твое тело? Не совсем. Кюберт, нам надо больше времени проводить, как к отцу с сыном. Я тут достал пару бейсбольных перчаток и сварил их на обед. Да иди ты к черту. Постой. Нам еще надо обсудить половое развитие. Какое оно? Теперь поменяю стилами с Зойбергом. Проскользну через металлодетектор и перерезу сигнализацию всего за... Десять минут назад? Вы не могли бы вернуться, когда здесь будет мой подставной? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...